Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Недавно в Одинцовском районе появился родительский патруль. В минувший вторник он отправился в свой первый рейд. Кто вошел в эту организацию, какие цели преследуют ее создатели. Об этом мы сегодня поговорим с Марианой Кристалинской, председателем сообщества «Родители Одинцовского района» и Ирина Павленко, начальник отдела управления образования администрации Одинцовского района. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! А я напоминаю, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы или свое мнение вы можете высказать по телефону 508-86-84, код 495. Итак, дорогие гости, можно сказать, родительский патруль прошел боевое крещение. Первый рейд состоялся. С чем пришлось столкнуться? Что на первом рейде происходило? Расскажите. Вы знаете, ну, на самом деле я очень рада, что в нашем районе стартовало такое движение, общественное движение. Как раз 5 декабря президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил еще один государственный праздник. Это День волонтера. И как раз мы вот таким мероприятием отпраздновали такое замечательное событие. Вы знаете, 4 родителя из группы волонтеров, которые согласились участвовать в этом движении, вышли на один из перекрестков города Одинцова в 7.45 утра вместе с представителями ГИБДД. Ирина Николаевна, и я там была. Мы помогали детям безопасно переходить дорогу, скажем так, ну, каким-то образом нормализовали, наверное, дорожную ситуацию. Хотя перекресток регулируемый, но в это время очень интенсивное движение. Конечно, детки торопятся в школу, боятся опоздать. Водители тоже спешат и завершают маневры на непонятные. Да, и зачастую, ну, скажем, иногда дети нарушают тоже правила дорожного движения. Иногда, ну, это может закончиться не очень хорошо. Ирина Николаевна, как реагировали дети, как реагировали водители на происходящее? Ну, водители, конечно, в этот раз, видя, что на перекрестке находятся родители, в жилетках... Что-то происходит, подумали они. Конечно, на жилетках, причем, есть надпись «Родительский патруль», они уже издалека все-таки начинали сбавлять скорость и пытались на красный сигнал светофора уже не переезжать в проезжую часть. Хотя один случай такой был, и инспекторы ГИБДД сработали очень профессионально в этом случае. И вот был наказан водитель, насколько я знаю. Дети, наверное, сначала немного с опаской относились, но потом поняли, что мы там находимся именно для того, чтобы им помочь. И даже просто прохожие-взрослые подходили к нам и спрашивали, рекомендовали нам новые места для проведения этой акции. А участвовать-то не хотели прохожие? Советовать многие гораздо. Ну, я так понимаю, что дети у них уже выросли, и они в этом на данный момент не нуждаются, поэтому рекомендовали нам как родителям. Ну, думаю, в дальнейшем, конечно, когда родительский патруль наберет силу, наберет большее количество родителей, наверное, мы выйдем на более высокий уровень. Насколько я понимаю, инициатором родительского патруля стал Одинцовский отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Ну и, конечно, мы не могли не связаться по телефону с представителем отдела Евгении Ворониной. Давайте ей слово предоставим. В связи с ростом детского дорожно-транспортного травматизма настала еще большая необходимость работы с родителями. Так как в ДТП виноватых детей не бывает. Виноваты, конечно же, взрослые. Анализ ДТП показывает, что в основном страдают дети-пешеходы. А в осенне-зимний период световой день очень короток. Пешеходов на дорогах не видно. Многие водители проезжают по пешеходному переходу, не замечая пешеходов. На каждый же пешеходный переход не поставишь сотрудника дорожно-патрульной службы. И поэтому мы обратились к родительской ассоциации оказать нам помощь в содействии. В первую очередь это предостеречь детей от ошибок на дорогах. Кому-то объяснить, как правильно себя вести. Также донести до несознательных родителей, которые паркуются на пешеходных переходах и тротуарах, переходят с детьми проезжую часть в неположенном месте, что это делать нельзя. Не забывайте, уважаемые родители, что есть и не только ваши дети, но еще и другие дети. Дети берут пример только со взрослых. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Наш телефон 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свои вопросы или, может быть, предлагайте новые места для рейдов родительского патруля. Кстати, планируется в ближайшее время еще рейды? Да, планируется в эту пятницу, опять 7.45 утра, инициативные родители выходят уже на другие точки. Это два нерегулируемых пешеходных перехода в районе улицы Маршал Жукова. И там уже будут активно вести свою работу, помогать детям, а может быть, и не только детям, переходить дорогу. И я надеюсь, что работа пойдет. Когда отдел ГИБДД наш Одинцовский обратился с этой инициативой к родителям, как родители отреагировали? Вы знаете, я здесь хочу сказать, что я обратилась с этой инициативой в несколько школ Одинцовского района. Самой активной и такой, наверное, быстрый в реагировании оказалась 11-я гимназия. Здесь, конечно, огромную благодарность хочется выразить директору гимназии Наталье Юрьевне Драчевой и заму по воспитательной работе Вере Николаевне Садовой, которые очень быстро откликнулись. Они поняли необходимость и важность этой акции. И, конечно, очень быстро провели опрос родителей, мониторинг. И таким образом у нас получилась такая достаточно большая инициативная группа, состоящая из 32 родителей. На мой взгляд, это достаточно много для школы. И, в принципе, я надеюсь, что в скором времени мы получим такой же отклик и от других школ. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Маргарита Ивановна. Очень приятно, Маргарита Ивановна. Я бабушка троих внуков, которые ходят на маршала Крылова 20, в круглую школу. Вот там меня очень беспокоит тот пешеходный переход, чтобы пройти в школу. Он весь занят машинами. И только куда-нибудь втиснутся в одну шеренгу, чтобы пройти к школе. И во время, когда уже идут из школы, когда заканчивается занятие. А утром так это вообще особенно. Вот там тоже бы надо какой-то регулятор, чтобы стоял. И все-таки не давали машинам встать везде, чтобы даже не пройти к школе. Спасибо большое за звонок. Наверняка вы слышали об этом переходе. Есть информация. На самом деле, да, есть информация. Но, опять-таки, я затрудняюсь ответить, есть ли там запрещающие знаки для парковки. В любом случае на пешеходном переходе. Пять метров же, по-моему, не может. Конечно, пять метров в любом случае не может. Плюс около входа в образовательное учреждение, на территорию образовательного учреждения. Парковка машин запрещена. Ну, вход в это образовательное учреждение находится во дворах. Наверное, как раз здесь имеется в виду переход уже на, я так думаю, что, наверное, на Говорова. Тот, который более интенсивный. Ну, в любом случае, я абсолютно согласна, что, скажем, такие вопросы, они требуют, ну, скажем, какой-то корректировки. Действительно, может быть, и вмешательства родителей. И я думаю, что сами родители знают и осознают ту необходимость, с которой этот вопрос связан. И я думаю, что мы будем только приветствовать, если какие-то родители будут выходить к нам и говорить о том, что, вы знаете, вот мне кажется, в нашей школе тоже должен быть организован такой рейд и такая акция. И я думаю, что и ГИБДД, и Управление образования поддержат и будут только рады. Ну, и мне почему-то кажется, что если речь идет о парковке рядом с образовательным учреждением, то в 75% это машины родителей, которые приехали за своими детьми. И вот припарковались, потому что близко. Не всегда, не всегда такая ситуация, к сожалению, так как наше образовательное учреждение в основном находится в жилой зоне, то паркуются люди, просто жители близлежащих домов. Очень большая проблема, и в частности, вот сегодня пытались решить с 23-м садом, который находится на улице Верхнепролетарская. Тоже сложная ситуация. Парковка около детского сада есть, детей, чтобы привезти и высадить аккуратно. Парковка отсутствует, так как занята жителями из близлежащих домов. И это, я думаю, повсеместно такая проблема. Конечно, как-то пытаемся мы найти взаимодействие и с администрацией города, или поселений, где существуют проблемы с администрацией образовательного учреждения. Ну, конечно, хочется, наверное, взывать к сознательности людей, надеяться на то, что люди понимают, что, в общем, скажем, это не то, что даже это неправильно, это действительно может угрожать жизни детей. Потому что, да, когда ребенок переходит дорогу, и из-за неправильно припаркованного автомобиля он просто может не видеть ситуацию, которая происходит на дороге. И, к сожалению, могут быть очень печальные последствия. Марьяна Николаевна, а как вот этой инициативе отнеслись другие образовательные учреждения? 11-я гимназия поддержала вообще, готовы ли они к появлению родительского патруля? И где может быть актуальнее его появление? Это районные школы или городские школы? Знаете, на сегодняшний день, ну, вот как Марьяна уже сказала, откликнулась 11-я гимназия, и, может быть, это даже очень хорошо. Мы сейчас общими силами сможем понять те задачи и цели, которые необходимо преследовать при участии в родительском патруле. Мы сможем уже дать конкретно направление работы, действий родителям в другие образовательные учреждения, потому что, ну, сложно начать эту работу, потому что скептитизм, он присутствует как и у педагогов образовательных учреждений, у руководителей, так и у родителей самих. Очень сложно объяснить момент, что, уважаемые родители, вы, давайте мы выйдем и посмотрим, что же всё-таки будет. Поэтому мы вот на себя берём, наверное, такую задачу и ответственность именно будем в дальнейшем разрабатывать какой-то нормативный документ. Какое-то положение, наверное. Какое-то положение, да, чтобы можно было действительно уже полноценно называться родительским патрулём. Хотя, наверное, дорогу осилит идущий, вот я так думаю. И, опять-таки, я надеюсь, что, скажем, может быть, та какая-то, если можно сказать, реклама этого движения действительно другим родителям даст задел на то, что это нужно и действительно необходимо для детей. Я думаю, дети, наверное, начнут рассказывать своим родителям, а знаешь, мама, нам сегодня помогли, а знаешь, папа, что сегодня было, и это тоже очень хорошо. Хорошо, напоминаю, мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Ну, мы, в общем и целом, поговорили о родительском патруле, но всё-таки какие будут задачи у родительского патруля? С чем будут бороться родители? Это только дорожная безопасность или за рамки этой тематики тоже будете выходить? Ну, смотрите, так как инициатива у нас сейчас непосредственно от дела ГИБДД, мы, наверное, начнём сначала с профилактики и пропаганды детского дорожно-транспортного травматизма. Потом, конечно, возможно, и это на усмотрение руководителя, и непосредственно родительской общественности, можно и расширить весь спектр направлений, который только возможен. Это возможные патрулирования до 22 часов или после 22 часов, там, тот же час до 23, да, пока, когда уже дети наши должны быть дома. Или какие-то массовые мероприятия, как дети наши себя ведут, употребляют ли спиртные напитки или курят. То есть я думаю, что вполне реально расширить. У родительского патруля может быть много дел. Полномочия. Единственное, что таких вот полномочий, конечно, наказательного характера у нас не может быть. Только беседы. Но в случае взаимодействия с ГИБДД при наличии инспектора, наверное, какие-то наказательные меры можно принимать. Конечно, тем, кто, например, сейчас нас послушает и захочет в своей школе организовать родительские патрули, интересно, права же тоже какие-то должны быть у участников этого самого родительского патруля. Этот вопрос обдумывался или пока еще в разработке? Ну, мне кажется, что надо понимать, что в данном случае родительский патруль это ни в коем мере не карательный орган. Да, там, скажем, останавливать машины, выписывать штрафы или еще что-то подобного рода. Конечно же, нет. Надо понимать, что главная цель – это безопасность детей, которая, естественно, для родителей превыше всего. И я думаю, что вот именно с этой задачей должен успешно справляться родительский патруль. И, безусловно, я поддерживаю Ирину Николаевну, что если вдруг от родителей будет какой-то посыл на расширение спектра этих вопросов, вдруг родители скажут, что, знаете, нам кажется, что вот еще какие-то вопросы действительно тоже актуальны в том или ином районе или образовательном учреждении. И, конечно, я считаю, что тогда может быть и расширен круг обязанностей родителей в этом движении. Ну и тогда же, наверное, можно будет говорить о правах, да, когда вся эта система заработает в полной мере и будет все ясно. И, понятно, мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Но прежде чем затронуть другой блок вопросов, я предлагаю посмотреть сюжет. На МКАДе, пожалуй, только в ночное время суток машин мало. И нередко в автомобилях, движущихся по скоростной трассе, перевозят юных пассажиров, к сожалению, не всегда соблюдая правила дорожного движения. Статистика неумолима. С начала года на территории обслуживания 2-го батальона ДПС это участок кольцевой автодороги от Калужского до Ленинградского шоссе. Число детей, пострадавших в ДТП, выросло. Все они пассажиры. Бывает, что и без кресел родители пренебрегают правилами перевозки детей. Бывает, что и с креслами. Тоже, к сожалению, дети страдают, но кресла и специально удерживающие устройства позволяют снизить тяжесть последствий в результате ДТП. Обеспечить безопасность ребенка в дороге – прямая обязанность родителей, которые почему-то некоторые пренебрегают. Объясняют по-разному. Кто-то уверен в своем водительском мастерстве, кто-то ссылается на вес и поведение чада, или небольшую дальность поездки. В ходе профилактического мероприятия ваш пассажир – ребенок. Инспекторы 2-го батальона составили порядка 30 протоколов в отношении тех, кто нарушил правила перевозки детей. Что касается нарушения правил перевозки детей легковыми транспортными средствами, то там предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Ответственные родители понимают, что детское удерживающее устройство, а это не только кресло, но и, например, адаптер ремня безопасности или бустер, в первую очередь не спасение от штрафа, а реальная возможность в случае ДТП сохранить ребенку жизнь и здоровье. Конечно, для безопасности она сама всех заставляет, даже сзади пристегиваться. Иногда сзади ездит. Конечно, нужно, потому что это дополнительная защита. Пока еще ребенок маленький, да, поэтому какая-нибудь, если экстренная ситуация случится, то больше шансов у ребенка остаться целым. Если родителям в ходе профилактического мероприятия ваш пассажир-ребенок, инспекторы 2-го батальона напоминали правила перевозки детей, то юным участникам дорожного движения делали подарки яркие и жизненно необходимые. Государственная инспекция безопасности движения. Дарим тебе светоотражающий элемент, держи его. Он необходим при движении в качестве пешехода в ночное время суток. Автоэксперты утверждают, дети, которых перевозили в автомобили, как полагается, в будущем могут изменить ситуацию на российских дорогах в лучшую сторону. Потому что для них следовать правилам дорожного движения – это норма, которую они знают с раннего детства. Как пассажир себя должен в машине вести? Он должен хорошо себя вести. И ехать всегда блестет на там. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». И сегодня мы говорим о родительском патруле. На самом деле, сколько работают с инспекторами ГИБДД, многие из них говорят, что дети-то правила дорожного движения знают. И чаще всего их соблюдают. Вот родители – другой разговор. Мало того, что плохо знают, так еще и не соблюдают. И, в-третьих, учиться не хотят. Со взрослыми родительский патруль планирует работать? Конечно, планирует. И это одно из направлений. Именно донести до водителей, в частности, определенные правила, которые, на первый взгляд, вроде бы видны. Вот они и на поверхности. Но почему-то не соблюдается. Ведь все-таки, как ни говори, каждый водитель – это тот же самый родитель. Только почему-то для своего ребенка он хотел бы соблюдение правил дорожного движения. Сам при этом, если не касается его ребенка, не соблюдает. К сожалению, печально. И когда начинаешь на улице делать замечания водителю, который паркуется на пешеходном переходе или проезжает, не уступая места, конечно, реакция, к сожалению, зачастую очень неадекватная. Вы знаете, я еще хочу добавить, что Евгения абсолютно правильно сказала, что дети никогда не бывают виновниками ДТП. И вот опять-таки хочу заметить, что, к сожалению, правила дорожного движения нарушают не только водители, но и пешеходы. И зачастую происходят различные ДТП, когда родители вместе с детьми, совершенно нарушая всякие, скажем так, правила дорожного движения, и вообще разумные законы пытаются перебежать дорогу через поток машин, потому что им кажется, что так быстрее, так лучше. И сколько я раз видела, даже на Можайском шоссе бывают такие вещи. Поэтому я считаю, что наша задача также работать и с родителями, как пешеходами, участниками дорожного движения, рассказывать им о том, что все-таки здесь вопрос не только их жизни, но вопрос жизни их детей. Естественно, очень меня беспокоит эта перевозка детей в машине, чтобы дети были обязательно пристегнуты. То есть не то, что посажены в детское кресло или в бустер, но и пристегнуты. И родители должны понимать, что это не только прихоть, зачастую это может просто спасти жизнь ребенку. Насколько я понимаю, не так давно в нашем районе были случаи, когда перевозка детей непристегнутыми заканчивалась трагически. К сожалению, да. Недавно был действительно такой случай, обучающийся из Назаревской школы. К сожалению, да, там смертельный исход. Вот кресло присутствовало в машине, но ребенок не находился в нем и не был пристегнут. К сожалению, такой случай не есть. И мы снимали рейды, и были кресла детские в машине, но дети пристегнуты в нем не было. Хотя именно в этом и плюс это специальное удерживающее устройство. Не пристегнутый ремень ребенка никаким образом не удержит, он не зафиксирован. А был случай в Чистцах, когда бабушка, кажется, перебегала с ребенком. Ребенок, к сожалению, погиб. Да, ребенку 4 года было совсем маленький, и бабушка, получается, затащила его просто под колеса автомобиля. Инспекторы ГИБДД когда-то практиковали, правда, не с детьми, а со взрослыми, собирали нарушителей и показывали им кадры достаточно жестких аварий. Вот если с родителями такое практиковать, как вы считаете? Смотрите, в образовательных учреждениях очень хорошо, что у нас есть родительские собрания, и очень часто на родительские собрания приглашают инспекторов ГИБДД. Это очень действенная, очень замечательная тема, потому что инспектор может наглядно и где-то очень со страшной стороны показать такую вот проблему. И показывают видеоролики, которые тоже предоставлены нам ГИБДД. Мы направляем их в образовательные учреждения именно для показа на родительских собраниях. И инспекторы делают большую работу. Мариана, наверняка на каких-то своих встречах обсуждаете детскую безопасность, в том числе и дорожную. Может быть, есть родители, которые говорят, зачем нам это детское кресло? Как они свою позицию объясняют, если таковые имеются? Вы знаете, скажу вам честно, Евгения, вот таких родителей у меня нет. То есть я за своё общение, скажем так, не встретила ни одного родителя, который бы вот так вот сказал, что мы считаем, что это абсолютно лишняя предосторожность и абсолютно это не нужно. А другой вопрос, я согласна, что, может быть, вот сказали они мне так, что да, это всё нужно. Потом сели в машину, ребёнка посадили и поехали. Может быть. Ну, понимаете, наша задача, ну, максимально, скажем, проинформировать родителей, максимально донести до них. Понятно, что мы, ну, не можем, скажем, сделать всё, да. За них это сделать. Да, да, но, скажем, вот действительно донести, действительно рассказать, лишний раз показать, может быть, какие-то шокирующие кадры. Да, но это невыдуманно, да, к сожалению, это есть. И если какие-то вещи происходят, жизнь нельзя отмотать назад и сказать, ой, да, я понял, давайте вот заново. К сожалению, нет. Поэтому лучше действительно рассказать и сказать, как это может быть, чтобы лишний раз родитель задумался о том, как надо правильно себя вести и как правильно надо делать. Елена Николаевна, возвращаясь к вот этим родительским собраниям, на которых присутствует инспектор ГИБДД. Явка родителей высокая, родители ходят, посещают. Ведь это дело добровольно, правильно? Хочу-прихожу, хочу-не прихожу. Дело в том, что у нас тематика родительских собраний не только включает в себя беседу с инспектором ГИБДД. Все-таки довольно много вопросов поставлено для обсуждения на родительских собраниях, поэтому все-таки процентов 80 из класса, я думаю, посещают, а то и бывает до 100%. И здесь инспектору это на руку, что все пришли, наверное, узнать за своего ребенка, как он учится, какое поведение. Ну, а инспектор рассказывает уже о безопасности. И родитель, есть у него время или нет у него времени, вынужден, наверное, вначале слушать именно инспектора. Дело в том, что по итогам этих родительских собраний родители говорят спасибо и действительно задумываются после собрания о том, что все-таки где-то они поступают неправильно. И детям своим уже объясняют, как необходимо себя вести на дороге. Ближайший рейд, который запланирован на пятницу, он также пройдет при поддержке инспекторов ГИБДД, правильно? Будьте обращать внимание на переход в проезжей части, а на наличие светоотражающих элементов. Безусловно. Безусловно, да. И по поводу ГИБДД, конечно, огромное спасибо руководству отдела ГИБДД, Одинцовская. Они пообещали нам, что на каждый наш в ближайшее время, пока мы не встанем на ноги, в утренние часы, буквально на полчаса, пока дети идут в школу, будут предоставлять нам инспекторов Дорожно-патрульной службы. Мы считаем, что это огромнейшая помощь будет родительскому патрулю в этом направлении. Поэтому огромное спасибо. Светоотражающие элементы в настоящее время я лично, и мы все считаем, что без них никуда. Светоотражающие элементы должны быть на одежде как ребенка, так и взрослого. Жизнь у нас одна, и, как Марьяна сказала назад, ничего не отмотаешь. Причем, если у детей все-таки иногда встречаются светоотражающие элементы, да, в комплекте, так скажем, комбинезон купили, там уже все есть, то у взрослых, к сожалению, таких комбинезонов волшебных нет, и нужно носить... Ну, вы знаете, я знаю, что во многих школах родители сами, скажем, выражают инициативу на весь класс закупать светлоотражающие элементы, которые стоят совсем недорого, но, тем не менее, их очень удобно повесить, например, на портфель, да, и таким образом вот весь класс у нас со светоотражающими элементами. А значит, они вырастут и будут знать, что светоотражающий элемент, он уже должен быть... Светоотражающих элементов на самом деле очень большое количество любых видов, любого цвета, любой модификации, все, что угодно. И я думаю, себе можно подобрать. Я сама ношу на сумках всегда, потому что на одежду не всегда комфортно как-то одеть, и разная одежда. Сумка быстро перевесила себе, все, ты защищен. Такой декоративный элемент. Необычно, не у каждого он есть, должно выделиться. Вот, кстати, в дальнейшей перспективе а планируется ли взаимодействие родительского патруля с юными инспекторами дорожного движения? Как же, как же. Я думаю, без этого никуда. У нас есть и практика, и рейды с юными инспекторами дорожного движения из образовательных учреждений, работы на дороге, работы с прохожими. Поэтому и с детьми так же, и раздача наглядных материалов. Обязательно, обязательно. Но здесь мы немножечко хотим именно начать родительский патруль, чтобы взрослые поняли, что это важно. И в наших руках что-то делать. Конечно, что-то изменить. И мы не для кого-то делаем, мы делаем для своих детей. Хотя, я так понимаю, все-таки какая-то система поощрения родителей планируется. Безусловно. Какие-то грамоты, может быть, будут? Может быть, какие-то ценные призы? Вы знаете, ну, по поводу ценных призов пока ничего сказать не могу. Ну, сохраненное здоровье и жизнь – это ценнейший приз. Во-первых, я хочу выразить еще раз огромную благодарность тем родителям, которые откликнулись на эту инициативу. Потому что, ну, вот я могу сказать, конечно, это, наверное, нелегко в 7.45, когда холодно, темно, стоять на перекрестке. Ну, скажем так, наверное, не самое, может быть, лучшее начало утра. Но, тем не менее, это действительно нужно. Поэтому огромная благодарность тем родителям, которые вышли, и которые в последующем будут, и в эту пятницу тоже выйдут. И от себя могу сказать, что обязательно от сообщества родителей Одинцовского района мы выразим благодарность, и будут и благодарственные письма, и грамоты, и, может быть, что-то еще. А я надеюсь, что ряды родительского патруля будут пополняться, функции расширяться, и приносить это пользу будет не только тем, кому помогает родительский патруль, но и тем, кто в него войдет. Спасибо большое. Мы надеемся. На этом программа «Актуальное интервью» завершена. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч!